Старый Новый Рок Друзья, что за библейское название? Господи, сложный вопрос. Я понимаю, что красиво, но само слово это плохо очень кончилось. Вот просто слово и все. Просто слово и ничего больше. Тогда давайте о музыке. После нашего знакомства мы приступим к просмотру первой песни. Поехали. Не топить бы печь, не хранить бы речь. Как купоны стричь, сундуки истеречь. Повышать объем, баловать побьем. И врагов своих муровать живем. Только в трюме течь, в голове кортечь, А в глазах песок станционных встреч. Дошло на тон, по парусам леса, Золотых погон на косминкосах. Группа «Палестина» была создана в сентябре 98-го и до августа нынешнего года называлась «Монти Пайтон». В коллективе неоднократно менялся состав и направление музыки. От традиционного рока до экстремально танцевальных композиций. Сейчас стилистику группы можно охарактеризовать как традиционный рок с мультисмысловой текстовой нагрузкой. Среди достижений группы можно выделить следующие. Участие в трибюте группы «Гражданская оборона», выпущенном на столичном лейбле «Мистерия звука», приз за лучший вокал фестиваля «Музыка гор» в 99-м году, диплом фестиваля «Знаменка 2003» за песню «Хорошо лежим» и активное участие в акциях Екатеринбургского Битлз-клуба. Две песни группы были в активной ротации местных радиостанций. За время своего существования коллективом записано три альбома. В настоящее время у группы «Палестина» готова новая концертная программа, которая и будет продвигаться в широкие народные массы. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, что в нашей телепередаче мы производим отбор групп на фестиваль «Старый Новый Рок», который произойдет 13 января в этом году на площадке торгово-развлекательного центра «Екатериненский». Парни, вы всерьез собрались играть на фестивале? Безусловно. А есть какие-то ожидания, надежды? Нет, ожиданий, конечно, и пустых надежд мы в себе не теплим. Может, полные есть надежды, а не пустые? Может быть, полные. Но мы к этому стремимся, всем своим творчеством, уже не первый год. А вы знаете, что у нас есть всякие спонсоры и так далее, можно выиграть инструмент, можно выиграть запись на студии. Надежда как-то связана с этим? С этим, с этим, то есть инструменты, запись на студии мы можем все сделать самостоятельно. Но, к сожалению, должное продвижение музыкального материала мы обеспечить не всегда можем. Но, к сожалению, в нашем фестивале нельзя выиграть, там, самого главного в мире саунд-продюсера. Вот это жалко. Вот это очень жалко, да. Жалко не только вам. Скажите, а почему не интересуют ни инструменты, ни записи? Да интересуют, на самом деле, интересуют. Вы молодые люди, обеспеченные вообще в жизни? Ну, как сказать. У нас есть обеспеченный в жизни директор. Гигантские бедные люди, скажем так. Если говорить о жизни, друзья, расскажите, может, там, профессии и так далее, профессиональной, только музыкой? Ну, давайте я начну. Ну, на самом деле, поскольку я сейчас в коллективе являюсь, так сказать, директором-продюсером, вот, но у меня есть другая основная работа. То есть я экономист-юрист, менеджер широкого профиля. Вот, поэтому, как бы... Я смотрю, такой солидный мужчина. Солидный мужчина. Тогда, получается, еще один вопрос. Как такие солидные парни оказались в музыке? Ну, вот, не знаю. Какой-то очень великий человек сказал, что если тебе, как бы, нравится заниматься музыкой, ты не можешь без этого жить, тогда надо этим заниматься. Вот, я, как бы, для себя понял, что мне без этого скучно жить, мне интересно, и мне это нравится. А сейчас экспертное мнение о группе «Палестины» выскажут дети гор. Палестина. Из-за снежной лавины в горах мы не успели к началу мероприятия, поэтому честно признаемся, что выступление ансамбля «Палестины» мы не видели. Говорят, хороооое. Мужики в ауле говорят, что в принципе все было очень неплохо, но достаточно традиционно. Что не хватило что-то свежее, не очень свежее. Но в любом случае. На мужиков все и свалено. Мужики говорили, что в общем хотелось бы чего-то добавить остренького и нового. А так все хорошо. Но название уже запоминающееся. Кажется ротварки, добавьте жару. Я в состоянии запомнить название Палестина, Кула, Ангола. Много вообще есть красивых названий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша программа продолжается. И сейчас я хочу обосновать молодых людей, собственно, что есть месседж. То есть послание группы Палестина нам, простым слушателям, и вам, дорогие друзья. Вот, ну, прежде всего я начал бы с чего? С того, что наша группа, она как бы немножко отличается от традиционных современных групп. То есть если у традиционной современной группы есть, допустим, один фронтмен... Нетрадиционная группа получается. Послушайте, послушайте меня до конца. Нетрадиционная, звучит странно. Да, есть один фронтмен и музыканты на заднем плане. То у нас как бы группа построена по принципу как бы старых советских ВИО. То есть есть несколько фронтменов, и каждый из фронтменов поет как бы свое направление в музыке, ну, как бы свои песни, по сути-то. Вот, и этим мы пытаемся как бы приблизиться, все больше приблизиться к слушателю. Вот. Забавно. Парни, а не сложно в одном коллективе иметь несколько лидеров? Невероятно сложно. Невероятно сложно, особенно... Невероятно сложно. Судя по тому, что... Иногда до боли сложно. На лице нет свеков, вы так нормально выживаетесь. Примируемся. Примируемся. Красно. Слушаем следующую песню группы «Палестрины». К нам одно весна стучится, все красиво расцветает. Прилетают с юга птицы, люди тоже прилетают. А у нас каждый вечер праздник, а нам это ничего не стоит. Прилетают с юга птицы, люди тоже прилетают. Странный запах в нашем доме, чьи-то звуки, чьи-то тени. Но я попытаюсь раствориться, я переживу воскресенье. Я пляжу, пляжу человечки, только я хожу печальный. Потому что больше свечки в нашей церкви не горят. Это значит, что мама ради меня обратно. Мама, я так же не умею. Мама, я так же не умею. Напоминаю, дорогие друзья, что вы так же можете принять участие в отборе групп на фестивале, зайдя на наш сайт www.oldnewrock.ru И в связи с этим следующий вопрос. Друзья, насколько вы верите, что ваши шансы велики выйти на площадку фестиваля, которых в этом году будет опять-таки три. Акустическая, альтернативная и главная. Выйти и сыграть. Велики. Велики. Все для этого дела. Такие многословные ответы, друзья. Слово не успеваю вставить даже. Давайте, давайте я отвечу. Как бы ни было, попадем мы на этот фестиваль, попадем мы все равно, как бы будем продолжать заниматься музыкой, будем продолжать записывать песни, будем продолжать выступать. И если нам, конечно, повезет, и мы попадем на этот фестиваль, мы покажем все, что мы можем. А можем мы очень многое. Очень многое. Ой, многое. Ой, многое. Это была группа «Палестина» в программе «Старый новый рок». Фестиваль 2004 года представляет строительный холдинг «Нова Групп». Строим с песней. Сотовая связь фестиваля. Компания «Мотив». Общение как по нотам. Душевное пиво фестиваля «Старый мельник». Официальный спонсор фестиваля «Торговая марка флагмана». Имеешь право. Площадка фестиваля «Центр Екатериневский» на Щербакова-4. Партнер фестиваля «Альфа-Банк». Крылья фестиваля. Авиакомпания «Уральские авиалинии». Сувениры фестиваля. Рекламная фирма «Крик-центры». Визуальный стиль фестиваля. Творческий коллектив «Герзайн». Спонсоры фестиваля. Студия SVA Records. K-Line Sound. Строительно-монтажное управление номер 3. Тусовка фестиваля. Пивной ресторан «Ганс». Кофе фестиваля. Лобанце от компании «Турман». Технический партнер фестиваля. Международная корпорация «Айтитрейд». Медиаподдержка. Телекомпания «АТФ». Телекомпания «Ермак». Телекомпания «Четвертый канал». Наше радио. Сделано в России. Международный журнал «Юрал Эрландс Магазин». Старый Новый Рок. Старый Новый Рок. Старый Новый Рок. Рок-рок.